Привет, друзья! Тимур Ханов, Новосибирск Со своей серией разговоров, которые называются «Вблизи» Еще кто-то мне предложил такую версию, назваться «Откровенное ханство» Но давайте сегодня попробуем откровенными быть Погода очень ветреная И мой гость сегодня Иван Стариков, Иван Валентинович Стариков Бывший депутат Государственной Думы Бывший директор совхоза Ну мы сейчас все про него узнаем Вот он уже идет И напишите как звук, пишите вопросы Если успею прочитать комментарии, то я вам их назову То я на них отвечу и вопросы ему задам Привет, Иван! Привет! Я сейчас проверю, напишут люди как звук Какими судьбами на родине? Ой, ветреный, давай от ветра искать дорогу где-нибудь Давай! Ну как известная примета По весне прилетают дурачи А тут пристаем Надо говорить чуть-чуть погромче, чтобы на ветру было слышно Хорошо? Хорошо! Ты же преподавателем работаешь, да? Должен быть лекторский голос! Не только преподавателем Короче, перелетные птицы, ну я не перелетные птицы Но прилетают из южных краев по весне, сейчас весна Вот и тут еще выборы Народ удораживался У нас такая примета, как если Иван Валентинович приезжает, значит наверное выборы Да, поэтому никак не мог, что называется, не вернуться на родину в очередной раз Кстати, Иван Валентинович, а были выборы, которые вы выиграли? Ну вы, ты ему как-то не... Я считаю, ну первое, я выборы выбрал в Государственную Думу Это 93-й год, да? 93-й год Ну, значит, считаю, что выиграл выборы 9 января 2000 года Когда меня сначала объявили победителем Потом довезли голосов к Виктору Александровичу Это были губернаторские, да? Губернаторские выборы Потом я проиграл выборы губернатора Четыре года назад меня не допустили По беспределу я прошел пресловутый муниципальный фильтр Меня не допустили Но и мы выиграли все-таки в составе коалиции выборы мэра Новосибирска Я был один из тех кандидатов, который снял Владимира Знаткова с выборов Ну мы к этой истории еще вернемся, а начнем с биографии Давайте, чтобы у нас постепенно выстраивался порядок Кстати, про биографию Вот мы сейчас стоим, и хорошо видно памятник Александру Третьему Как занесло Стариковых в Сибирь? Мои прадеды приехали по столы Пинской реформы В 1910 году Откуда? Сюда в Сибирь Одни малоземельные крестьяне были в Брянской губернии Приехали сюда, получили здесь кусок земли Там, где сейчас Маслянинский район Вот, и спустя 50 лет, в 60-м году родился я Поэтому я птенец гнезда Столыпинской реформы Так же, как многие Вот вчера я разговаривал с Казадоем Кстати, если вы не видели интервью с Казадоем Посмотрите по ленте, оно там местами интересное В том числе и про Столыпинскую реформу Его предки тоже прибыли сюда по Столыпинской реформе А чем занимались родители, Иван? Ну, у меня... Родился в семье агрономов Пошел по их стопам Окончился хозяйственный институт Подавал большие надежды Занялся молекулярной генетикой Учился в аспирантуре? Да, перевел книжку с английского В принцип был в план Бридин Основой селекции растений Подавал большие надежды Арестовали брата-близнеца За что? За попытку хищения государственной собственности В особо крупных размерах А я должен был ехать на стажировку в КАП-страну А там реально были хищения или что-то? Там дураки-однокашники Ломанули сейф в Берском совхозе Думали, что там зарплата 48 рублей Организатором преступной группы был мой брат-близнец Алексей Его сейчас нет Царствие ему небесное Ну, в общем Близнец похожий или разный в двойняшке? Ну, сильно похожий Но скорее То, что называется разнояйцовые близнецы Ну, у меня тоже брат был Такой же Вот Ну, соответственно Ох и задуваю В то время В то время Я Меня планировали отправить на стажировку В КАП-страну А тут брат-близнец Андроповские времена Значит, и я такой же Ну да Соответственно, передо мной все двери закрылись И я Оставил квартиру Где квартира была? Новоснили квартира Значит Ждали следующую с женой Ребенок родился Зайдем за постамент Потому что там меньше дует Зайдем Зайдем Ну, в общем Уехал в родной район Главным агрономом Савко с красивым названием Елбанский Потом агрофирма Салаир А Елбанский по названию Кота? Деревня Елбань Почему такое название? Ну, тюркское название А, тюркское Тут много тюркских названий Да, это же татарская земля Это же наша татарская земля Пришли тут русские Со Столобинской реформой Одни названия от татар остались Да, ну и в общем Это А потом В 87-м году Начались выборы И меня выбрали директором Совхоза Маслянина 7 лет директор совхоза Начались выборы в Госдуму И я неожиданно победил Это были единственные выборы Неожиданно для кого? Ну, во-первых Это были демократичные выборы Потому что потом Мы как мотыльки Летели на свет демократии и свободы Но потом пришла нужда в политтехнологах Этих жабах Которые вслед за нами мотыльками Двинулись На свет больших денег И их святая убежденность Что с помощью политтехнологий Можно избрать кого угодно Вот если бы Гитлер остался жив Выучил еврит И отрастил песен Его можно было бы избрать Президентом Израиля И в плен попали К сожалению С вот этой убежденностью Эти циничных людей Которые вот сейчас И в Новосибирске я вижу Исходят из этой же самой логии И сегодня тоже, да? И сегодня Ну, к выборам мы еще вернемся А про детство вопрос Вас родители наказывали? Наказывали Ну, как наказывали? Ну, батя пару раз ремнем хорошо стегал Один раз стырили деньги с братом Купили хоккейных клюшек На всю команду 10 рублей мы тогда стырили Ну, тогда этим проволокой По заднице получили Проволокой? Да Запомнилось? Запомнилось В общем, больше Ты больше не тащил А брат все-таки попал А брат вот для него Он был умнее меня гораздо Поэтому А кто из вас старше? Я на 15 минут был старше Поэтому Вот, избрался в Госдуму Вроде должен был В аграрную партию пойти Но В общем, пошел выбор России Чувствовал, что там интеллектуальный потенциал И оказался свойством Единственный аграрий Был выбор России Единственный выбор России В аграрном комитете Госдуму Свой среди чужих Чужой среди своих Интересно было? Интересно Единственный, кто проголосовал за амнистию Хасбулатова-Рудского в 93-м году Вот, считай, что правильно Вопреки воле партии А спустя год Виктор Степанович Черномардин Послушав Мое выступление на одном совещании Пригласил К себе И предложил должность Заместитель министра экономики При том, что я ученый-агроном Здорово А Черномардин действительно был такой острослов? Вот все его выраженицы Вот эти известные Хотели Как там у него? Хотели как лучше Получилось, как всегда Да, вот это он Сочинял Где-то Подлавливал Или у него случайно вырывались? Случайно, например, когда я ему сказал Что я дрожал, конечно, на встречу у него в кабинете И когда он сказал Слушай, что-то там в Госдуме Там в основном болтают Ты же делом занимался Директор совхоза Иди в правительство А я-то дурачок думал Что он мне сейчас предложит Минсельхозе должность Какого-нибудь департамента Руководителя Я не знал, что если приглашает Тимур Тебя, если приглашает Премьер То и так минимум Замминистра И не отраслевого Какого-нибудь А федерального Он говорит, у нас есть министерство Самое главное Бывший госплан Министерство экономики Пойдешь замминистра Я думаю, нифига себе Зампред госплана по-старому Я ему говорю, я же ученый-агроном Не экономист Я тебе говорю, как есть Он мне говорит Ваня, у меня от этих экономистов Даша русская стрелка У меня нормальных людей не хватает И я сказал, пойду И он мне говорит Ты меня второй раз удивил Я говорю, чем? Обычно московские говорят Пойду с женой посоветую А ты сам решение принимаешь Мужик Вот так я стал Замминистром экономики Каким был руководителем Черномырдина Как мужик как раз Как человек Похож на Такого Скажем Того же подшипа человека Какие вот сельские руководители От земли Или на кого похож Или он Во-первых, он был человек добрый Вот как Да Добрый, беззлобный человек Он никогда не держал Была история очень короткая Я стал замминистра И буквально через неделю 1 июля Подсчитывается баланс зерна В стране И я по-честному Радиомаяк И я по-честному Что зерна не хватает 2-3 миллиона Будем закупать А так все нормально И на следующий день Значит Цены мировые Прыгнули На зерно Ну понятно На меня тут же Директор ФСБ Написал Что я разгласил Я разгласил Сведения Составляющие Гостайну И меня Соответственно Значит Виктор Степанович Пригласил И говорит Ты дурак Не понимаешь Что ты не директор Совхоза Своим языком Ты двигаешь Мировые цены На зерно Ты знаешь Что я тебе с тобой Должен был сделать Лет 30 назад 10 лет Без права Переписки Это означает Это расстрел А я стою Говорю А я виздражен Говорит Ладно Иди работай Пока Это сколько Это в начале Своей биографии Это вот В 95-м году Буквально месяц Я проработал Замминистр Но понял Что теперь уже Делать такие заявления Замминистру нельзя Потому что Действительно Я своим языком Представляешь Размер языка Двигаю мировые цены На зерно Ну а Самоуважение От этого Какое-то появилось Такое О я теперь Такая фигура Ну оно появилось Но заставило Зачастую Прежде Подумать Прежде чем сказать Машина Кабинет Секретарша Вот это все Машина Кабинет Секретарша Дипломатический паспорт Все остальное Но с этим Расстался Я у меня Не было Ломки Как Там у некоторых Почему расстался А Министерство Расформировали Нет Почему Я потом же Я почти 6 лет Замминистра Отработал Начал При Ясине Закончил При Грефе Из премьеров При Касьянове Вот Потом меня В Совет Федерации Направили Что значит Направили Кто направил Позвонил Сурков И сказал Ты же у нас главный А я действительно Отвечал за написание Земельного кодекса Группу разработчиков Возглавил Как замминистра Нужно Земельный кодекс Принимать Закон Сурков был тогда Первый зам администрации Президент Да Правая рука Правой руки Да Меня В общем Бросили в Совет Федерации Я там возглавил Комитет По агропродовольственной политике А разве Совет Федерации Разрабатывает закон Это же Дума должна Ну как Дума Но Совет Федерации Последний фильтр Перед подписанием Президента Поэтому А почему от Костромской области Свободное место Я от Новосибирской Вряд ли меня тогда Выдвинули С учетом того Что я тут Почти губернатором стал И это было Явно не в интересах Нынешней элиты А Костромской области Я заслуженный льновод И тогдашний губернатор Царство небесное Очень хороший человек Шершунов Виктор Он предложил мне сам Мы с ним программу В свое время приняли Федеральное развитие Российского льна Понятно Понятно Вот И он предложил Я согласился И я сменил Евгения Степановича Савченко Приемника Белгородского А выход из Совета Федерации Был сопряжен С каким-то скандалом Выход из Совета Федерации Был сопряжен С тем Что На самом деле Я Отказался Вступать в единую Россию Так Не захотел быть в правящей партии Похоже Ну там был такой разговор Мне позвонил Один из помощников И говорит Ваня Тебе надо в единую Россию Вступить А я тогда верил Что я возглавлю Союз правых сил Вот Поэтому Молодой был Глупый еще И я дерзко ответил Что я говорю Знаешь дорогой Я ведь в коммунистическую партию Не вступил Реально Директор совхоза Не был членом КПСС Это странно Из идеологических соображений А вот в единую Не пойду Из соображений Личной гигиены И это мне запомнили И это вот так до сих пор Ни разу в правящей партии Так и не был Не был Я человек Не восторжен Образа мысли А там надо быть Восторженно Образа мысли Человек Я вообще не знаю Зачем люди вступают В правящую партию Хотя когда ты сам был В КПСС А что Вот когда был Директором совхоза Ломали С тобой вступай Вступай Конечно Я по этому поводу Ну я не был диссидентом Но я говорил Что не дорос А ну это обычно Правда Если бы Не выборы То конечно Шансов не было Я избранный директор И уже потом Мне позволяло Настоящие избранные Человек на должность Избранный Неназначенный У него политический Маневр все-таки Больше Иван А когда уехал Из деревни Депутатствовать Потом Не упрекали Односельчане Что бросил нас Что-то такое Односельчане Односельчане Не упрекали Но мне Как сказать Что я бросил Сегодня Мое хозяйство Лучшее в области До сих пор Да Самый крупный Производитель Молока Компания Эко Нива Или Сибирская Нива Штефан Дюр Мой друг Которого я привез Сюда инвестор Он сейчас Вот буквально Вчера начал Планировку Сыродельный завод Строить Иван А какая есть Собтку С Новосибирской Своя Есть какая-то Есть 22,4 гектара Мои И моей жены Земельные доли Находятся в аренде У компании Вот этой Самой бывшей Павенского совхоза Это там У компании Сибирская Нива В родном районе Вот И я там Получаю Два мешка Комбикорма Так ты Латифундист Или как это Называется Ну 22 гектара В Сибири Это не Латифундист Но Для фермерского Хозяйства Среднего Если Вернуть сюда На пенсию А может так случиться На пенсии Все забить И пойти выращивать капусту Как известный Император В Римске А почему нет Маслянинский район Прекрасный Сибирская Швейцария Самый красивый район Области Не хотелось Из Москвы Все-таки Вернуться на землю Я же пытался Несколько раз Губернатора Нет На землю На землю Совсем А на землю Но иногда Бывает Я все-таки Хороший агроном Был Реально хороший Агроном И считаю себя хорошим До сих пор агрономом Особенно в части Возделания Того же льна И сейчас еще Пору дам Нынешним специалистам Ну и с хозяйством Справлюсь С Вадимом Паншиным Разговаривал Совкус Доронинский Мне так судьба Могла сложиться Что по распределению Должен в Тагучин Доронинский Совкус ехать У меня в науку Было Но вот Иногда думаю Может к Вадиму В агрономы податься Доронинское молоко Вижу подает Хорошее Ну ясно Против пальмового масла Правильно бьется человек О кстати Еще раз Друзья Друзья фейсбучники Есть такой парень Отличный Вадим Паншин Он тоже Фейсбучник Он постоянно Бьется за качество Молочной продукции В том числе Против тех Производителей Которые пальмовым маслом И прочей фигней Бодяжат продукцию Делают ее дешевой Но совершенно Абсолютно вредный Для здоровья А продукция у Вадима Вроде бы чистая Чистая Да-да Я пробовал Мне понравилось Но это не реклама Это просто рекомендация Да От Ивана Старикова Одного из авторов Закона Об органическом Сельском хозяйстве Слава Богу Сейчас он называется Закон об органических продуктах 3 апреля Прошел в Госдуме Я в этой теме Уже четверть века И думаю Что это Ну очень Важная Стратегическая перспектива Для национального Сельского хозяйства Иван Ты же занимался генетикой Да Опасно ли Насколько опасно Вот то что пишут Там ГМО Или прочие вещи То с ГМО То без ГМО Сам какую пищу ешь Я Нет Я стараюсь без ГМО Понимаешь в чем проблема Дело в том Что я В этом смысле Не креационист То есть Ну говорят Вот Булон был Били туда молнии Там Эти и дальше Я говорю Друзья Вот здание Представьте Что вы набросали Кучи кирпича Ударили молнией Да Не 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 Это да Ударили молнией Цемента Этого Арматуры Прошло Несколько миллионов лет И там Сам собой Образовался Авиационный завод Так же не бывает Вместе с самолетами Да То есть Для того Чтобы Что-то Не происходило Энтропии Да Как старый сад Угасает Или старый дом Ветшает Нужен Либо промысел Человеческий Либо божий Поэтому В этом смысле Понимаешь Когда Творил природу Господь Он все-таки На разные Эволюционные Ступени Средообитания Например Рыба Помидор Последняя Вытащили блок Генов У рыбы Которая отвечает За выработку Ника У рыбы же нет крови Физиологическая жидкость Которая Нервные импульсы Проводит И рыба не цепенеет В ледяной воде Вот этот блок Генов Пересадили В помидор Для морозоустойчивых Морозоустойчивых Помидор Можно хлопать В ладоши Но Помидор Перекрестно Опыляемое Растение Он оказался В окружающей среде Если эти рыбы Помидоры Начинают креститься С обычными Помидорами Я не знаю Что может Получиться Из этих комбинаций Господь Бог Все-таки Предвидел Рыбы и помидоры Одноразные Так все-таки Господь Бог А не Чарльз Дарвин Я в этом смысле Считаю Что Почему тогда Шимпанзе Постепенно Не эволюционирует Человек Вот так По чарльзу Дарвин Вот она же дошла До своей степени Поэтому У меня нет Объяснения Да Я не воцерковленный Не истово верующий Вот У меня есть представление Но что-то Мне кажется Есть Что Сверху Отец был коммунистом? Отец был Но в 74-м году Прочитав Архипелаг ГУЛАГ И мне дал Прочитать В 74-м? Да Прочитал Архипелаг ГУЛАГ Сложеницы Наивысший СКПСС Вот это да И у меня Сформировал Убеждение А Дома В вашем доме Или у бабушки Дедушки Были Иконы Вот эти Старые вещи Или традиции Не У родителей Не было А у деда Он из маслянина Он фронтовик 13-го года рождения И у них Конечно Иконы Были У бабушки И у дедушки Дед Рассказывал Про войну? Рассказывал Про войну Не любил Но Когда выпьет Он был Связистом Когда форсировал Одер Его спасла Он поправлял Каску И пуля пробила Руку У него И Каску пробила И чуть-чуть Вошла в голову Но из-за того Что пробила руку Потеряла часть И он считает Что То что В этом момент Когда снайпер Когда он поправил Каску Вот эта Часть энергии Была на том Что у него Пробила руку Но не глубоко Ушла в голову И он остался жив То есть Он считал Что это промысел Божий? Да Он считал Что это промысел Божий И Говорила А он был Почтарем Начальником почты Павина И у него был Наган Настоящий Тогда Начальнику почты Прилагался И мы с братом С этим Наганом по деревне Бегали С патронами? Ну Патроны он высыпал Конечно Но Бегали с настоящим Наганом По деревне Нас ничего Никто не арестовывал Ну Деревня А В этот Бессмертный пол Ходишь С портретом Деда? Ну В Москве Честно говоря Не вижу Как в этом Несколько Это Искусственно Будет В Новосибирске Не был Ну Если будет Считаю Что Можно было бы Брать То есть Это нормальное дело Да? Я считаю Нормальное дело Тут только один вопрос Это сакральная вещь Мне не нравится Что власть Это Делает Из-за этого Обязала Это все-таки Внутреннее Очень интимное Дело семьи Понятно Вот ты был во власти И депутатом И депутатом Большим И замминистра Ну фактически Министром Ну почти министром И всякими Там Совет Федерации Чем Как меняются люди Попав во власть И что ты Сам менялся Чувствовал в себе Изменения Ну Не для того Чтобы Похвастаться У меня не было Наркотической ломки А бывает У многих очень бывает И известный рассказ Одного из министров Не буду называть Что он зайдя в лифт Стоял и видел Что лифт не едет И только до него дошло Что с ним всегда ходили люди Которые нажимали кнопки У меня этого не было И то что не стало Депутатского зала И всех этих В общем Сам стал за рулем Это конечно Определенное добавило Неудобства Но чтобы считать Что Жизнь урухнула И впадать в депрессию Там Умели начать Бухать Выпивать А кстати В этом смысле Выпиваешь Напиваешь Бывает что напивался Не смотри Я отвечу Все как есть У меня был такой грех Вот И Я отшучивался обычно Говоря о том Словами Михаила Жванецкого Что алкоголь в малых дозах Безвреден в любом количестве Но это количество В конечном итоге Всегда перерастает в качестве И кто не понял Это послушайте меня Вы обязательно Станете алкоголиками Вот Для того чтобы не стать Алкоголиком Для этого нужно иметь Генетическую Благодарю У Инстана Черчилля Она была Поэтому он мог Смело говорить Что алкоголь Он мне больше дал Чем отнял Мне у меня Алкоголь Больше отнял Чем дал Поэтому я бросил Есть Нету Ну пора уже Для солидности Ну вот Нико мне Надо разбираться Детей порядок Все в порядке Чем они занимаются Старше Ну сын учится А дочь у меня гимнастка Там в фейсбуке Ребята видят Я иногда фотографии Выкладываю с этим Нету А старший Чем занимается Старший Сын со мной Дочь Там Занимается Своим небольшим Бизнесом Со мной Значит что Тоже какой-то бизнес Ну я В основном В сфере Консалтинга Поэтому Наработки делаю Диктую ему А дальше Он уже Кого концертируете Я в этом смысле Человек Достаточно Полифоничный Да И От всех Начиная От ритейла И Заканчивая Большими Транспортными Проектами Это хороший заработок О мы сейчас поговорим Про транспортный проект Мы же сюда Не случайно пришли Да То есть ты такой Клиенты набегают Сами ищут тебя Или тебе приходится Искать По разному бывает Я вот такой умный Послушайте меня Или наоборот Говорят Иван Валентинович Такие рекомендации Такие советы Не условно Но я считаюсь Хорошим аграрным экономистом Реально хорошим И в этом смысле Ко мне обращаются Ну например Сделать бизнес план Либо Приготовить концепцию Вот я на днях Встречаюсь С председателем Центра Союза России Дмитрием Зубовым Я обещал ему Написать стратегию Развития потребительской Кооперации Новая Потребительская Кооперация В России У меня есть Соображения И убежден Что они Будут полезны И для страны И для Новосибирской области То есть И вот эта работа Консультирование Когда работаешь Своими мозгами Это приносит Это дает Неплохой хлеб Хватает? Как видно Для того чтобы Это безусловно Меньше чем Можно было бы Зарабатывать Во власти Вот Но это Степень свободы Сам себе хозяин Ну она С одной стороны Хозяин С другой стороны Можешь в принципе Не оглядываясь Говорить некоторые вещи А чего ты боишься? Ранних заморозков И венерических заболеваний Как агроном Ранних заморозков Как мужчин Этерических заболеваний Ладно Оставим подробности Мы вот сюда пришли Не зря Вот этот вот Памятник Александру Третьему Сан Санчу И железнодорожный мост Связан с той темой Которую ты Я слышал Поднимал неоднократно По поводу Развития пути Через Сибирь Снова С Дальнего Востока От Японии Из Кореи Из Китая До Европы Вот мы сейчас Видим вон Тащится поезд Едва-едва Вроде бы Транссиб есть А что же Зачем его улучшать Он и так существует Ну давайте начнем По порядку Коль мы здесь находимся Лучший На самом деле Памятник Ну так Чемпионатик Это недооцененный Русский император Я понимаю Коммунисты замалчивали Потому что он приказал Повесить брата Ленина Александра Старшего Но сейчас Не знаю почему За 14 лет На посту На троне русском Он уклонился От всех войн И принял решение Спасительное Для нас И в том числе Для того места Где мы стоим В 1891 году Начал столице Транссиба Который назывался Сначала Великий сибирский Рельсовый путь А вот Прочитаем Да давай прочитаем Рескрипт Виф Повелев ныне Приступить к постройке Сплошной Через всю Сибирь Железные дороги Имеющие соединить Обильные дарами Природы Сибирской области Сети внутренних Рельсовых сообщений Да действительно Это было Очень коротко Постараюсь Чтобы Да пожалуйста Могу на это Говорить Мы потом можем Отдельной записи Этому посвятить Когда Когда началось строительство Транссиба Не было двигателя Внутреннего сгорания Просто Кирка Лопата Тачка Лошадь Лошадь Значит Представляете Какая здесь была Глухомань В эти Пришли самые передовые Для того времени Технологии Например Электричество В зонидерном строительстве Впервые было Применено здесь Теперь Для нашего города Если бы Прошла взятка У томских купцов И они От основного хода Магистраль Перенесли Томск Был губернский город Здесь две деревни Вообще было На 250 Тверд северо-восточный Увели Основную магистраль У томских Университет Свой был И вот этот мост Построили бы Там Никакого Новосибирска Не было Или через Колывань Разговорили Не сомневайтесь Поэтому Спасибо Константин Яковлевич Михайловскому Не путать С Гарином Михайловским Гарин Михайловский Не имеет К Новосибирску Отношения Но вот Имени Как раз По имени Того самого Михайловского Или Михайловского Михайловского И названная Набережная На которой Мы находимся И мучаемся От ветра Тут страдаем Немного от ветра Надеюсь Звук Все-таки Не очень страдает Напишите Пожалуйста Как там Качество Картинки И звука Я не знаю Мне очень важно Чтобы вы Все видели Хорошо И слышали Продолжим Про железную дорогу Да Очень коротко Постараюсь Продолжить Дело в том Что Я там даже Телеграмму Выкладывал В ночь С 14 на 15 октября 1896 года По Санкт-Петербургскому Времени В 12 часов ночи Константин Михайловский Открыл движение По вот этому мосту Фрагмент которого Сзади Клепанный Старый мост Сейчас его покажу Вон он Ну а Северцы его знают То есть 122 года назад Будет Как началось движение И соответственно Вокруг этого стал Транссиб Самый успешный Инфраструктурный проект Не в российской Мировой истории Но Мы видели сейчас движение Скорость движения груза В системе российских Железных дорог 12 км в час В Китае 60 В Европе 50 Под паровозную тягу Спроектировано А почему так Вроде бы Поезда идут быстро Ну потому что Долго стоят Радиусы закругления Стоят на станциях Вагон отцепили Перецепили Сейчас совершенно Другие технологии То есть у нас Железная дорога Фактически С 19 века Мало изменилась Кроме электрификации Да Да Поэтому На самом деле Тут еще одна важная вещь Дорога была построена В царское время Потом победили Большевики Стал социализм Плановая экономика В рыночной Царской экономике Построена была Железная дорога Большевики пришли Планово-распределительная экономика Размещение Производительных сил Было Пассажем на тот Транссиб За 30 лет Последние Какая-никакая Но рыночная экономика Сформировалась И там другие законы Распределения Производительных сил И фатальное Несоответствие Вот откуда Проблему на городах Поэтому нам Никуда не деться Нужно строить Новую магистраль Новую рядом Или Оно местами рядом Пройдет Местами будет уходить Или по тому же пути Нет Не по тому же Например Байкал мы обойдем С севера Потому что там узкая полка Кто ездил По кругу Байкальскому участку Есть уже готовый проект? Конечно Так я проект Я буду скромно сказать Что технико-экономическое Обоснование делал я В основе работы Пола Кругмана Пространственная экономика Нобелевская премия 2008 год Мои расчеты Которые я делал Положили 26 апреля Президенту Владимиру Владимировичу Путину В этом году? В этом году 26 у нас ездили Два академика Президента Что Путин? Сказал Великолепно Готовьте Обоснование Вот я сейчас этим занятый В группе Что даст новый Транссиб? Новый Транссиб даст Сошьет рассыпающуюся бочку В России Новым стальным обручем Еще раз Фразу Рассыпающуюся бочку В России Стянет новым стальным обручем Ты полагаешь Что российская бочка Рассыпается? Конечно Потому что Формируется Новый центр Притяжения И часть дальневосточных регионов Уже сориентированы Больше на Китай Они в Москве Ни разу не были в Китай Ездят в Японию В Корею Чаще чем туда То есть Восток Может оторваться? Отломиться? Ну Или потихонечку Отчалить? Я просто вижу Что в Китае Три года назад Отменили программу Одна семья Один ребенок И через год У них родилось В 30 раз 21 миллион ребятишек У них родилось У нас 700 тысяч На землю без народа Всегда приходит народ без земли Поэтому вопрос какой? Нам необходимо Срочно Стягивать наше пространство Новыми высокоскорастными магистралями Железнодорожными Автомобильными И сетью местных Но на это же нужно Очень много денег Деньги есть? Где они? Сейчас назову Воруют, как говорил Как Карамзин Дорога пройдет Через 23 субъекта Российской Федерации В том числе Новосибирскую область Субфедеральные облигации Выпускаются Раз Вот Новосибирская область У кого занять? То есть у населения? Нет Новосибирская область Но не включать это Расходы, которые будут потрачены Потому что Эта магистраль Кардинально повлияет На рост экономики Новосибирской области И других регионов Снять ограничения На соотношение Между долгом И выпуском Не учитывать эти деньги Которые будут потрачены Новые магистральные Новосибирские области В сумму общего долга Дальше 26 триллионов На 1 мая Посмотри Баланс Центрального банка России 26 триллионов рублей На депозитах У физических лиц 14 триллионов Юридических Вроде чего Либералы Макроэкономической стабильности Добивались Максимум сегодня 6 процентов Дает Сбербанк Я не говорю Жулики Которые у вас Украдут деньги На депозит А если мы выпускаем Транссибирские облигации Половина Финансирования Вот этого Транссиба Была не за счет денег Казм Ну даем 10 Допускай 12 гражданам На 20 лет 20 лет Багистраль окупается Все расчеты Кто же поверит Дальше вопрос Вот вопрос Правильный Задаешь Дальше Я не буду Про бюджетные Мультипликаторы Говорить Потому что Не все Только компенсировать Разницу Но Вместо всякой Хрени по телевизору Нужно рассказывать Об этом проекте Вдохновлять народ Потому что Стране Нужен проект Который бы Воспламенил Нацию Чтобы мы вышли Из комплекса Поражения Углубляющейся Депрессии Наконец Это выход Из-под санкций Знаешь почему Вон там Трехтранско-Тихоокеанское Партнерство Созданное 16 стран Они не хотят По шелковому пути Который Мимо России Китайцы строят И по Суэцкому каналу Им нужен Актернативный путь К Северной Атлантике Дальше вопрос Международного консорства Неизбежно станет Я вижу Эта тема Очень интересная Для хорошего Длинного разговора Но мы в Новосибирской области Я знаю Сейчас еще С этим не закончим В чем было Я вчера выяснил Вот здесь Есть земельные участки Еще раз покажи Ну вот там Если дальше пойти Есть земельные участки Видно что здесь Памятник Александру Третьему 13 или 14 Время сейчас не вспомню У Трампа День рождения Президента Нынешнего Соединенных Штатов Нам то что Нам то что Я сейчас обращаюсь К Травникову Андрею Александровичу И Локтью Анатолию Евгеньевичу Трамп родился Бора Квинс Бора Это муниципалитет В Большом Яблоке В Нью-Йорке Он по численности Примерно такой же Примерно такой же Как Новосибирск Около полутора миллионов И это умное сердце Нью-Йорка Как Новосибирск Умное сердце России Мой мем Никто не приватизирует Я придумал Что Новосибирск Умное сердце России Теперь Трамп известный Девелопер Трамп Тауэр Бошни Трампа Что бы я сделал На месте локтя Объявил Пора Квинс Побратимам И Новосибирск Подарил бы Трамп Участок земли Вот здесь Вот рядом На Михайловской набережной Но с целевым использованием Построить две башни Трамп Тауэра Одна в расцветке Российского флага Друга американского А дальше выйдем сюда Клепанный мост Видишь Да Соединить две этих башни Вот этим мостом Как символ России Моста между Западом и Востоком И стаб-квартиру Международного консорциума Разместить здесь Здесь Новосибирск ровно посередине Между Тихим океаном И Атлантическим А магистраль она пойдет Ровно посередине Вот импульс для развития города Вот чем заниматься надо А чем занимается локоть На твой взгляд Локоть чем занимается Подожди Я сейчас задам вопросик Не очень приятный Иван Валентинович Стариков Приложил руку к тому Чтобы Четыре года назад Мэром Новосибирска Стал локоть Отдал свои голоса Можно сказать Да и даже Заткова снял С выбором Да и Заткова снял Короче хорошее усилие приложил То есть несет ответственность За то что действует Что делает локоть Все-таки Какую-то ответственность Так что делает локоть Как это оцениваешь Ваш результат Результат ваших выборов Того эффектного хода Когда все оппозиционеры Вложились в одного И теперь за него отвечают Наверное Ну да конечно Я несу ответственность Персональную За участие в избирательной кампании Это был пример Высочайшего политического мастерства Потому что в однотуровых выборах Не имея ни секунды на радио и телевидении Несколько билбордов Мы победили Единую Россию и выдвиженцы Так ты отвечаешь за локти? Отвечаю Теперь какую Пытаюсь исправить ошибки локти В том числе Я как помню Значит объявил о том Что я иду на губернаторы Коммунисты Сейчас идешь на губернатор? Нет А тогда еще? Тогда 4 года назад Коммунисты соответственно Дрогнули Хотя обещали И не поддержали меня Я прошел муниципальный фильтр Но меня не допустили до выбора Поэтому локоть Разгребает завалы этого решения Когда начали отнимать ряд налогов Для города Но дело не в этом сейчас Проблемы, которые сегодня стоят в городе И с которыми пытается бороться локоть Связаны с недостаточным финансированием Для того, чтобы экономика заработала Необходимо выйти из парадигмы Чего вы нам разрешите Москва Нужно генерить свои идеи Народ идет, Тимур Не за большими деньгами Не за большими административными ресурсами Народ идет за большими идеями Пытаюсь сегодня и до губернатора Травникова И до двух главных претендентов На губернаторское кресло для Анатолия Локтя Донести идеи Что если вы предложите людям идеи То за вами пойдет народ Если вы будете щипать друг друга По мелочам То ситуация Мягко говоря не приведет К кардинальному изменению А дальше уже отступать некуда Локоть будет хорошим мэром? Ой, неправильно сформулировал Локоть будет хорошим губернатором Если вдруг его выберут? Ну Если у него хватит Наученный горьким опытом Управления Новосибирском Он поймет, что без команды профессиональной Управлять Новосибирскую областью невозможно То может быть хорошим Стать губернатором То есть дело в команде? Дело в команде, конечно Он человек самостоятельный? Мне кажется, что Он человек Робкий В том смысле, что Долго думает И не принимает решения Назовем осторожный Да Осторожный Осторожный Но при этом Мне кажется, что Он все-таки Как новосибирец Связывает свою Судьбу С городом Ну сейчас, наверное, областью В этом смысле у него есть Превосходство А чем хорош Травников? В чем его преимущество? Травников Мы не видим Мы не ведем агитацию Мы просто обсуждаем ситуацию Поскольку Травников Может вполне использовать Историю про три конверта Вот ему пока А что это за история Про три конверта? Ну как, первый конверт Вали все на предшественников А, второй? Да, второй конверт Вели все на недоброжелателей Вот И, значит Оппозицию И третий Пиши Третий Пиши Готов Третий конверт О том Для того, чтобы Дать наставления Примерно Такие же Такие же Своему сменщику Вот Поэтому В этом смысле Первый конверт Он пока не вскрыл Но мне кажется Обязательно вскроет Потому что Ему необходимо Все равно Каким-то образом Подвести Четку Между прошлым И будущим И в этом смысле Например Например Мы переходим К проблемам Уже Да? Ну да Вот смотри Что меня очень Очень и очень Волнует Чуть громче Пожалуйста Что меня очень волнует Ветер Травников стал губернатором Ответ разойдем Травников стал губернатором И Сибека Главную энергетическую Компанию Нашу Купила Сибирская Генерирующая Компания Из Кемерово Ну она Она сам Из Кемерово Но с этим Они буквально В течение Пары месяцев Закрыли офис По-моему Продают даже здание Увезли отсюда Ну наверное Несколько специалистов Забрали здесь Вообще В общем Все увели в Москву А я год назад Очень подробное Исследование Сделал Вот как говоришь А что на самом деле С ума сошел Что ли Власов Бывший Владелец Абызов Когда 15% Решили Обратились Повысить тарифы Ну они же понимали Какая реакция будет Да И сделал Сделал 330 страниц Подробнейший Привлек ребят Из высшей школы Экономики Подробнейший Отчет А что же происходит Вообще Ну для этого Истребовали Тарифное дело Компании Сибэка Это святая святых Кто энергетики знает Про что я говорю И выяснили Что недорегулированность Теплового тарифа Правда есть Поясни Что за фраза Что за термин Недорегулированность Они убытки На тепловой генерации Есть А понятно Компенсируют За счет электрической Это называется Перекрестным субсидированием В течение ряда лет Новосибирская область Получает Самую низкую индексацию Пример этого года С 1 июля Новая индексация будет Да Выходит Ежегодно Распоряжение Называется О предельниках О предельных индексациях По тарифу Новосибирская область 3% Это самый низкий Из 23 субсидий Кемеровская область 5,9% При этом Они на углях сидят Пришли новые собственники У них есть Шахты Каменного угля На Кузбассе И у них есть Угольные разрезы Бурового угля В Красноярском крае В себестоимости Дикокалории Дикокалории То есть Дикокалории тепла 63% Составляет Угольная составляющая Топливная Новые собственники Поступают Рационально Вполне Они Постепенно Но я думаю Быстро Перейдут Экспорт Каменного угля Растет У них можно увеличить Экспорт Каменного угля Бурый уголь Продавать за границу Нельзя У них Бурый уголь Надо пристроить В итоге И бурый уголь Почти в 4 раза Дешевле Каменного Они Новыми собственниками Ставить А почему Не экологическую Службу Стали закрывать А Никто Закрывают Новые собственники У себя Закрывают Экологическую Службу Я просто знаю После этого Вопрос Станет Такой Ребята Толоконский Знает Выходили люди И яхта Сибирской Генетической Компании Принадлежит Андрею Мельниченко И когда Огромная яхта У нее самая Большая яхта Сколько 100 метров С копейками Вот Значит Там вместо Мачт Дымящиеся Трубы И вот Новосибирский На яхту Дымящиеся Трубы Хватает Пыли Особенно Самому Мы видим А тут Вот вопрос Который я бы Хотел задать Новым собственникам Привлечь их И сказать Ребята А вы скажите Вы переходите На буроуголь А что вы делаете Для того Чтобы город Не утонул В выбросах И не задохнулся То есть Это будет И дым И гарь И пыль Конечно Это добавит Так вопрос Какой Больше надо сжигать Пылять Пыль от угольной Склады Значит И соответственно Экология Все ТЭЦ В черте города Новосибирский Кто с них Может потребовать Чтобы они Боролись С этими Экологическими Проблемами Ну кто мы В первую очередь Ну и Губернатор МР Которые должны Поставить вопрос Ребята Дайте нам Чуткую программу При переходе На буроуголь У вас У вас Кругом Прибыль А народ Как от этого Как у вас Какие у вас Фильтры Будут поставлены Как они Будут работать Почему В экологическую Службу Фильтры Фильтры Которая Тебя смотришь Я не хочу Людей на себя Александр Александрович Если нет То Передо мной Сложный выбор Не буду скрывать Мы же помним С тобой Трех мушкетеров Да Помнишь Были Гвардейцы Кардинала Да Мне говорят Звонят Со старой площади Надо Поддержать В Рио Я думаю Это гвардейцы Кардинала А с другой стороны Звонят И говорят Надо земляков Поддержать Я думаю Это гвардейцы Королян Мушкетеры Вот у меня выбор С гвардейцами Кардинала Конечно Безопаснее И доходнее Но не так весело Как с гвардейцами Короля Это в тебе Новосибирская Земля Что ли Там Хочется поддержать Земляков Или есть какие-то Еще другие мотивы Для того Чтобы поддерживать Поддерживать Локтя Ты же не коммунист Я не коммунист Мы же с Локтем шли Я пока Никого не поддерживаю Я присматриваюсь Нахожусь в стадии Принятия решения Но я не сижу на заборе И смотрю на чью сторону Перепрыгнуть В конечном итоге Я Исхожу из здравого смысла Во-первых Во-вторых Понимаешь Мы с Локтем же И тогда шли И вы же придумали Локоть как левый За социальную справедливость А я как либерал За экономическую свободу Но путь Дорогой мой Тимур К социальной справедливости Лежит исключительно Через экономическую свободу Нет другого варианта Поэтому Моя программа Если она будет воспринята Будет исходить из того Ребята Вы готовы Дать экономическую свободу Либо нет Иван Извини А зачем идти на выборы Если серьезных шансов На выигрыш нет Ну тут я бы поспорил По одной простой причине Давай вспомним Четыре Городецкий До мозга костей Новосибирь С 14 лет Мэром он работал Меня он не пустил на выборы Дал команду Эти муниципальные фирты Я ездил по области А мне говорили Слушай парень Мы тебя уважаем Но нам команд Главы районов Хоть за Гитлера подписывайтесь Только не за Старикова Вот Но я прошел Муниципальный фирт Так вот Городецкий Выбрал себе В качестве соперников Двух Двухонемых Кубанова И Савельева Ну Дмитрий Савельева Анатолий Кубанов Хорошие ребята Я их уважаю и люблю Но они ни разу Ни на экране телевидения Ни на радио не появились И они на двоих Набрали почти 40% Вот еще один кандидат И второй тур Второй тур А во втором туре Уже все может по другому Поэтому Если я пойду Обязательно будет второй тур А тебе зачем? Тебе это весело? Интересно? Или это средство Заработать деньги Освоить какой-то бюджет? Или Или идея себя показать? Ну я вот ряд Идей тебе Сказал сегодня Вот Например Я бы разобрался Себека Вернее С новым собственником Который купил Себека А что вы будете делать? Вот набор уголь Уходите перейти Вот я бы Одна из Для горожан Для селян У меня свое представление В части То что я сказал Президент 25 миллионов Рабочих мест В малом бизнесе А без Кооперации Из-за Самозанятости В сельских территориях Это невозможно сделать Ну понятно Еще идея Транссиба А деньги на выборы Откуда? У тебя запасы есть? Или вроде бы нет? Ну Сделаем Что называется Сбор Народа Краундфандинг Краундфандинг Ну это не по-русски С шапкой по кругу пойдем Вот Сейчас Секундочку Кстати Друзья Я думаю А не монетизировать ли Наши Вот эти Эфиры Может Сами организуем Краундфандинг И подкупим себе техники Чтобы нам меньше ветер мешал Нашим разговорам Как вы думаете? Напишите свои комментарии Итак То есть Деньги на выборы найдешь Я еще раз говорю За большими деньгами За большими идеями Но Пока мне не нравится Что ребята Заплечных дел мастера Московские политтехнологи Они Пришли Что типа Этих мы Всех закошмарим Выставим Технических кандидатов И победим Это будет Печально Нелегитимная власть Человек Не новосибирский Вот И Решать задачи Будет очень сложно Но у нас уже был Губернатор Которого выбрали С техническими соперниками Он до конца срока Не досидел Да Вот конкретно Но это бы новосибирец До мозга костей с этим Вот Поэтому в этом смысле Я бы предложил Я даже Написал Ты видел в фейсбуке Что эти ребята Которые Они Ой как Сейчас помню Я написал Что учил Московский Сапог Нашу родную Сибирскую Туфельку Танцевать Туфельку Скорее про Сибирь пимы Говорят Да Ну в этом смысле Да По изяществу Политехнологии Понимаешь Чем Новосибирск Отличается Я тоже Не раз говорил Здесь нет Логики Трубы Развращающего Сырьевого сознания В отличие от Многих Регионов Даже в Омске Нех не перерабатывающий Завод В Красноярске Здесь Несколько другой Менталитет Я сегодня С академиком Пормоном Имел очень Обстоятельную встречу Кое-что ему Рассказал И показал В части Сибирского отделения Я знаю Какое поручение У него есть И так далее Абсолютно Переберем Переберем вас Как породист Их щенков И выберем Кто нам пригодится В конце концов Сюда присылают Консолидировать Элиты Не раскалывать Понятно Вот сейчас Погода Стала получше Даже солнышко Появилось Ветер утихает А выборы Новосибирского Губернатора Это будет Буря Или это будет Такая спокойная Борьба Нанайских мальчиков Если Договорняк Когда уже Результат Наперед известен Если допустят Кандидатов Сильных То это будут Интересные выборы Если это будет Борьба Нанайских мальчиков То явка будет Вот такой Да еще 9 сентября Когда все Картошку копают На дачах И так далее В итоге Легитимность Хромая Оппозиционное Заксобрание Новосибирского Области Явно Оппозиционное И кошмар Что ни одного Министра Не сможет Победивший Назначить Если он выйдет В эту парадигму Поэтому Значит Я конечно понимаю Войтович убрали Светлану Парни из Вологды Привезли Вот Но это вам Тут Новосибирске Невологодное Кружева Плести И думаю Что У журналистического Сообщества Та шерсть на загривке Встала точно После таких вещей Поэтому неизвестно Покоя не будет Та штиля не будет Штиля не будет И в этом смысле Я еще раз говорю Для того чтобы выпустить пар Надо зарегистрировать Всех кандидатов Вот И ты готов Да Муниципальный фильтр Написано Ну ладно Бог с ней Политиками Не-не-не Одно слово В разъяснении Конституционного суда По муниципальному фильтру Сказано Он создан для того Чтобы предотвратить Участие в выборах Тех людей Которые имеют Наименьшую поддержку Избирателей Слушайте Мэр третьего города В России Избранный В однотуровых выборах Точно имеет Не наименьшую поддержку Избирателей Или ваш покорный слуга Хорошо Вот Как тебе наш разговор Разговор великолепный Значит А вот тогда так Тогда так Вот я буду Наверное так Заканчивать разговоры Ты не раз давал интервью Как политик Ведь ты еще и писатель Мне очень нравятся Твои литературные Изыскания Чудесный язык Мне с удовольствием читаю Сценарный написал Сценарий написал Сценарий написал Сериал оттяга Пришлю тебе Как раз про Транссиб Но только там История любви Ух ты Как русский инженер Пришел в профессию Благодаря любви Его современник Вернулся И в конце В 16 серии Я увожу себя Подсветоним Иван Васильевич Надеждин Я тебя пришлю Здорово Какой вопрос Вот все время Хочется ответить А его все время Не задают Какой вопрос Ради чего Ты живешь Ну и ради чего Ты живешь Ради неба Над головой И хорошей Компанией С самим собой Потому что Можно Быть во власти Но при этом Иметь с собой Плохую компанию Если мне получится Вернуться во власть Я Буду исходить Из принципа Что все равно С самим собой Должна быть Хорошая компания От этого От этого зависит Продолжительность Жизнь Радость Всего Что у нас окружает То есть Хорошо бы Дружить с головой Да Хорошо бы Иметь голову И дружить Со своей головой Пожелаем всем Доброго здоровья Хорошей погоды Скорейшего наступления Лета И продолжим Наши разговоры Вблизи Если вы не возражаете Если вам понравилось Прокомментируйте И дайте добрых советов И критикам Не очень поможет Нам Очень поможет Для продолжения Вот этих разговоров Таких тем Может мы сегодня Слишком много Уделили времени Политике В следующий раз Поговорим Больше о личных вещах С кем О женщинах А ну мы с тобой О женщинах А может быть С женщинами О мужчинах Все пока ребята Всего вам доброго Добрых выходных Пока Увидимся Может быть завтра Тебя довезти Нет спасибо Я пешком хожу Ну давай тогда Спасибо